Артемий Троицкий выходит с нами на прямую связь Артемий Киевович. Здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, салют. Привет, Вадим. Да, здравствуйте. Даже вижу неплохо. Да, я вас тоже вижу и слышу. Ноутбук у вас какой-то новенький, по-моему, синего цвета. А я просто наклейку туда повесил. Открою вам небольшой секрет. Видите, у нас там логотип теперь есть. Понятно. Ну, спасибо за открытие секрета. Да. Ну, вот мы, кстати, с Глебом Павловским только что говорили. Говорили о политике и решили перейти к Евровидению. Хотя Евровидение тоже ведь конкурс политический. Вот как вам, кстати, успели посмотреть? Да, да. Я, в общем, то есть, если раньше я смотрел Евровидение исключительно по напоминанию из-под палки, то в этом году все намного приятнее, потому что наша младшая дочь Лидия, она вошла в евровизионный возраст. То есть, ей уже 10 с половиной лет, скоро будет 11. И она заинтересовалась Евровидением. Вот так что Лидия смотрит Евровидение. Ну, а поскольку телевизор у нас на всю квартиру всего один, то, в общем-то, и нам ничего не остается другого делать, как смотреть, значит, на этих замечательных артистов. Блестки, платформы, бюстгальтеры. В общем, с большим удовольствием я все это дело наблюдаю. Так что, полуфина смотрел. Да, честно говоря, в общем, особого возмущения, неприязни и так далее у меня это не вызывает. Раньше, на мой взгляд, конкурс Евровидения был скучнее, чем теперь. Сейчас все невероятно изощряются по части визуальной стороны. Выступлений. То есть, музыка уже окончательно отошла на второй, если не на третий план. А на первом плане костюмы, хореография, ну и, естественно, всевозможные вот эти компьютерные, или я даже не знаю, какие трехмерные визуальные эффекты. И вот с точки зрения постановки вот этих шоу, в общем-то, конкурс Евровидения, по-моему, на меня, по крайней мере, впечатление производит. То есть, я привык к таким нормальным концертам. Ну вот, скажем, вот сейчас вот тоже был такой высокотехнологичный концерт группы «Кино» без Виктора Цоя, как известно. Вот. Тоже там имеются всяческие технические навороты, но по сравнению с теми чудесами компьютерными, которые творятся на Евровидении, это все, конечно, очень скромно. Так что мне интересно было на все это смотреть, вот, ну и даже отчасти весело. Ну, о музыке лучше не говорить. С музыкальной точки зрения, там, может быть, было два-три приличных номера, все остальное, конечно, барахло исключительно. Ну, вот наши зрители спрашиваются, а за кого Лидия болеет на Евровидении? Есть фаворит? Вот хороший вопрос, который я, кстати, так и не додумался ей задать. Ну вот, я вот знаю, что из первого полуфинала ей понравились украинцы, которые мне, кстати, тоже понравились. Ей понравился почему-то швед, который, по-моему, совершенно ужасный какой-то там, Сасси или Туси. В общем, да, но Лидии он понравился. А не помню, кто еще, ну, кто-то еще ей тоже понравился. Вопрос от Ивана. Артемий Киевович, не считаете ли вы, что вся история с Манижей – это такая светошумовая граната подмена повестки дня для отвлечения внимания от других проблем, в частности, от истории с Навальным? Спрашивает Иван у вас в чате. Ну, я бы сказал, что это все, конечно, так прямолинейно я бы трактовать не стал, но история, конечно, довольно хитрая. Я написал, кстати, буквально где-то пару часов назад в своем Фейсбуке, а вот там еще одна любительница Евровидения, собака Чироки, тоже что-то гавкает, кто-то к нам пришел, не знаю, честно говоря, кто. Ну, это уже не мои проблемы, я гостей уже не принимаю в такое время. Да, так вот, я написал пост у себя в Фейсбуке примерно такого содержания, что если певица Манижа как-то сильно преуспеет на конкурсе Евровидения, то есть или победит, или займет там одно из каких-то призовых мест и так далее, чего, кстати говоря, я и всячески желаю, потому что, ну, в общем-то, в силу понятных причин испытываю к ней некоторое симпатие и сочувствие. А вот, так вот, если она победит, то это произойдет не из-за того, что у нее такая хорошая песня, поскольку и песня, и подстановка на меня личных впечатлений не произвели, такой кич-хоп такой, вот, в общем-то, малоубедительный, на мой взгляд. Точно так же не думаю, что поможет ей так сильно, значит, ватно-патриотическая русскоязычная диаспора в странах Европы, ну, скажем, в той же Эстонии, или в Латвии, или в Германии, или в Израиле, там, скажем, и так далее. Вот, потому что я думаю, что эта публика уже так накачана серьезно такими антиманижевскими настроениями, но зато, насколько мне известно, как мне докладывали агенты в разных европейских странах, сейчас, когда показывают Манижу, там, интервью с ней, значит, естественно, когда идут все эти, значит, полуфиналы конкурса Евровидения, то все европейские комментаторы, немецкие, французские, английские, итальянские и так далее, они все очень топят за Манижу и говорят о ней как о, ну, не то чтобы жертве режима, но как о такой девушке-феминистке, антирасистке, иконе ЛГБТ и так далее, значит, которую российские власти, естественно, не приемлют и, там, по мере возможности травят, вот, и таким образом, значит, в качестве такого вот страдающего персонажа, заслуживающего всяческого сочувствия, естественно, естественно, Манижу вызывают симпатии у сердовольной западной публики, тем более, что, как вы, Вадим, прекрасно знаете, нынешний российский режим, и лично товарищ Путин, там, и всякие новички ГРУ, ФСБ и так далее, в общем-то, сейчас в Европе, да и во всем мире крайне непопулярны, так что Манижа, она предстает таким, вообще, практически диссидентом в этом контексте, за что, я так думаю, ей отвалится, в общем-то, некоторое количество неожиданных голосов. Но она, действительно, на ваш взгляд, является диссидентом, тут, наверное, надо понимать, как устроена российская система отбора, то есть могла бы Манижа попасть, если бы была, скажем так, не соответствующая определенному запросу. Вообще, как все это происходит, вам известно? Когда-то я в этом сам участвовал, когда был начальником музыкального вещания российского телевидения, как-то не странно, были такие времена, вот, и я, кстати, первым начальником этого самого музыкального вещания показывал конкурс Евровидения, это было, по-моему, в 92-м или 93-м году, еще России тогда там даже не было, Россия впервые, по-моему, оказалась на Евровидении в 94-м году, и вот там вот я уже был в жюри, но как бы не был, собственно, брат Кастером. Значит, происходит это сейчас, я думаю, ну, таким достаточно понятным образом, то есть имеет ценное количество претендентов, которые выступают на национальном отборочном конкурсе. В этом году их было как-то очень мало, по-моему, всего три или четыре Твермайте, я помню, там были, там еще какие-то, значит, девушки, мне неизвестные, под названием типа Маша плюс Маша или там что-то такое. Вот, вот. И Манижа там была в том числе. Вот. Я считаю, что, например, Манижа вполне неплохой, он такой как бы слегка провокационный, примодненный. Дело в том, что Маниже повезло в том, что в этом году Евровидение показывает не канал «Россия», который такой забубенный абсолютно и вообще такой окончательно чудовищный, а показывает первый канал, то есть Константин Эрнст, Юрий Аксюта, все мои, в общем-то, очень хорошие знакомые, в прошлом даже, можно сказать, друзья, люди со вкусом, ну, то, что они продались большевикам, это другой разговор, я их даже так особо за это и не осуждаю, потому что жить надо. Вот. Тем не менее, это, ну, это не какое-то телебыдло такое. Вот. Это люди вполне цивилизованные и не безвкусные, в том числе и в музыкальном отношении. Вот. Я думаю, я думаю, что на канале «Россия» такая артистка, как Манижа, бы не прошла, а прошел бы там какой-нибудь очередной Сергей Лазарев или Дима Билан, вот, или что-нибудь еще в таком духе, который пел бы на английском языке, естественно, а не на русском, и провокационная, как бы, составляющая которого была бы равна нулю.